приветствую всех кто смотрит это код это рим 2 total war легендарный уровень сложностей как всегда это колхида от скиад и все такое сегодня коротенькое видео ну уж сколько наиграл завтра видео подлиннее завтра будет подлиннее итак у меня тут ошметки кемерийцев точнее это уже мятежники потому что кемерийцы почили как говорится и падла отступает я не успеваю его догнать на этом ходу ну что делать на следующем ходу буду ловить делать то нечего вот не могу его догнать больше никем к сожалению и продолжается мне война также с царскими скифами как бы то ни звучало а также я пытаюсь выправить ситуацию свою в экономике ужасную потому что у меня очень плохой порядок из-за того что провалил в этом в этой компании свою внутреннюю политику и мне нужно ее выправлять но зато у у меня как всегда неплохо дела с агентами и неплохо я воюю несмотря на то что по численному превосходству да и по качественному если честно у моих противников гораздо все лучше в военном отношении то есть царские скифы у них и войск больше они у них и более современные а я воюю в основном банджами с некоторыми вкраплениями гоплитов вот такая карта как можно заметить парфио ужасно разрослась за ней еще более ужасно разрослась бактрия и самое ужасное то что они союзники давят парфио давит пергам но здесь вот македония вроде как огрызается и я так подозреваю что скоро македония нехило так зарубится со всей этой канитель если конечно они не сойдут с ума и не нападут там на меня допустим да что у искусственного интеллекта бывает он решит что я более легкая добыча и пойдет на меня но будем посмотреть что с македонией будет на кого она пойдет а моя задача сейчас это добить царских скифов заключить с ними мир хотя бы на диспадла это постоянно пытается крабить и избежать возмездия но я его уже потравил хорошо на крите по идее не должен уйти с этой стороны еще не восстановленные армии царских скифов то есть они еще не набраны и они вряд ли могут угрожать даже моему гарнизону ну и я подхожу к этой армии на следующий ход по идее так как он критически отравлен он не должен куда убежать конец хода будем посмотреть да у меня сразу упал порядок в салоне это бывшая старица царских скифов ну я вернусь туда как говорится и все поправлю за счет того что гарнизон ушел у меня проблемы ах это парфия что с ней делать как ее мочить непонятно я конечно бы если сконцентрирую все свои силы смотри этот падла еще и пытается там что-то с моими агентами сделать на тебе вонючка получил блин тетка моя не промах тоже я конечно могу объявить войну парфии и я думаю что я нехилый удар могу им нанести то есть захватить за один ход провинции ну не провинции поселение 5-6 если грамотно что за сука сейчас он был что это было вот это татарские скифы несмотря на то что они были траванутые критически он все равно взял и убежал вот как так что такое аурсы зашли на мою территорию и атаковали мятежную армию кемерийцев ну как бы я не против да пускай авто расчет будет единственное что мне интересно почему кемерийцы от них не убежали то есть мятежники вот эти то есть он как бы от меня то убежала от них чего не убежал может быть считается потому что его хода еще не было что ли он типа убегал уже на этом ходу так или иначе аурсы убили мятежников за меня и даже получил это понимаю неплохой буст к отношениям с аурсами не уверен что мне это надо ну по крайней мере они на меня прям на этом ходу не напали уже хорошо и так опять очередной меня крякнул генерал я возвращаю своего государственные деятели из базили из моей семьи из моего семейства потому что это вроде как рядышком потому что это вроде как рядышком с ну фронтом блин надо короче армию попеременовать как нибудь будет чтобы я мог ориентироваться где какие потому что я честно говоря забываю какая армия у меня где сидит можно их переименовывать там как нибудь как фронт какой нибудь первый украинский второй белорусский а можно как нибудь по другому главное что я не забыл потом подло блин вот реально это это короче какой то бак очень неприятный потому что ну как вот так вот я его кританул а он взял убежал спокойно что это за дела понятно сейчас еще и управление будет проваливаться уничтожение обоза я зачем то нажал что за бред это был мисклик по моему ладно я не могу за ним гонять бесконечно потому что у меня порядок падает в поселении мне надо может быть можно попробовать конечно его на засаде поймать может он сейчас ломанется и меня не увидит и как бы ну нахер порядок совсем жесткий я еще и не успеваю на этом ходу да что ж такое то ладно я просто пойду на следующем на следующем уже дойду на следующем уже дойду аааа квадратик вырасти потому что им именно союз они ну договор не нападение это то что мешает мне разобраться с парфянами я не боюсь одних парфян несмотря на то что они очень сильно прокаченные там у них много денег там и все дела но с одной фракции я могу вполне воевать а вот с двумя это уже проблема это начнутся вот эти вот тупорылые потери провинций там вот это вот ой это все очень тяжело и я просто не буду успевать отстраивать заново армии а на меня могут еще напасть и с другой стороны со стороны Европы там откуда нибудь вон царские скифы мне не дают покоя я же тоже должен держать какие-то армии чтобы их сдерживать правильно так я буду воевать и на севере и на юге если с юга на меня еще будут толпы переть и здесь отмороженные царские скифы война на два фронта это самое плохое что может случиться вообще в принципе в любой стратегии ну и в Риме не исключение ладно, сдаю ход, посмотрим куда пойдут эти отмороженные царские отравленные скифы так, бактерия все туда-сюда бродит своими армиями вот так и порывает меня в засаду поймать эту армию выйти из-за ботана и как наковырять его в этот непроходной двор с саными тряпками ну, к сожалению если бы меня еще армия была сильная, да то есть реально сильная армия, которую я могу выйти на поле и, грубо говоря, по зубам надавать вот царские скифы подходят под крепление так у меня армии из бомжей состоят, то есть я действую в основном только агентами и перевес числом, то есть я минимум две армии должен вводить в бой одновременно, чтобы у меня был перевес один на один я сливаю чисто из-за того, что меня бомжи так, кто-то траванул меня какая-то падла хорошо, что я подошел поближе к городу если меня сейчас не кританули то я смогу подойти да, нормально я потерял половину очков ага ну, подойти я все равно могу так, ну, видимо, на скифов не распространяется это, блин, я не знаю, что за глюки такие второй раз за игру, да? один раз с арксоланами, по-моему, было, а сейчас вот с царскими скифами или это тоже царские скифы были? я уже, короче, путаю этих кочевников они для меня все на одно лицо так это кто? ауарсовский еще агент прибежал а те, это что надо? тоже поживиться на халяву хочешь? да лучше я буду травить армию не получается бич степей какой-то вообще, короче, не голодный, наверное, я не знаю ну, есть не хочет крутители амазонок идут, пожалуйста то есть подходит целая армия у меня в Солохе одна всего армия ну, поди копеи есть армия, то есть я на быстром марше могу подойти на поспоре культура растет ну, все равно неплохо было бы ее поднять у меня сейчас 1100 монет можно еще алтарь Посейдона поставить, он как бы и пищу даст и в любом случае я на Боспоре буду строить флот, поэтому алтарь Посейдона, он как бы пригодится вообще в будущем вот, и можно на Боспоре будет не ставить вообще каких-то земледельческих построек как строить чисто чисто алтари и вот это вот дело рыбные порты пока перестроим обычный порт потом будут уже 12 все остальные фигни итак у меня порядок вроде везде растет, но я последнее время не захватывал ничего, рабов никаких не брал поэтому с порядком все более-менее блин, эти работы это какая-то жесть вообще реально, то есть я не знаю, какой это выхлоп, конечно может, хороший трудно мне оценить как бы то, что они меня задерживают очень сильно по порядку я бы, может, захватывал бы намного больше если бы не был порядок бесконечный понятно, отлично, то есть я еще и дойти не могу до него ладно, посмотрим он на одной армии вряд ли меня возьмет тишкотанка бак 3 назад-назад бродит, блин ботанок, как таможня какая-то, только они деньги мне не платят за проход так, покоцанная армия вышла, сейчас начинает пополнение, через реку перешла она, по-моему, она там стоит, наверняка, вот прямо за рекой сразу там в тумане войны потому что не могла она далеко уйти да, да, тайные агенты раскрыты а, ну он прямо на меня своим агентом встал, конечно, он раскроет так, где эта армия ботан? ну да, как я и говорил, он прямо вот здесь стоит сейчас я его еще троману ай как будто ему мало, да ну что, я могу до него дойти, интересно нет, потому что река, видишь, я, короче, только реку могу перейти где-то если бы брод был, то я бы перешел вот так фиг я тогда вот эту троманную армию которая без палива сюда зашла такая, да опс и как получилось это не крит, ну ладно не крит тоже хорошо я, пожалуй, тогда из пантикопея пока выведу потихонечку армию да, с порядком более менее и можно воспользоваться засадой, чтобы он не в курсе был, что я как бы тут на следующем ходу, если он особо никуда не дернется, то я его с двумя армиями зажму так, этого я никак не могу достать, но я могу его попробовать выманить да нет, он вряд ли, конечно, на меня пойдет он слишком отравленный но зато я могу его выманить на необдуманные действия или того ну, чтобы скифы вообще думали, что у меня здесь армии вокруг нету и чтобы что-нибудь глупое сделали, куда-нибудь не туда пошли потому что искусственный интеллект реально не видит армии, которая в засаде и это очень помогает то есть это даже не просто я еще раз повторюсь, я уже об этом говорил много раз, но не грех хорошие вещи, хорошие советы повторять режим засады это не просто засада в надежде на то, что кто-нибудь нарвется и у вас будет преимущество в битве это еще и скрытие своих армий, чтобы враг не знал, где вы идете и что вы замыслили то есть он не может принять в расчет и просчитать вероятность ваших действий, если он не видит вашу армию плюс скрытие армии еще и скрывает их от агентов если вражеский саглядат или какой-нибудь другой агент случайно не наткнется на вашу армию то в принципе он не сможет тогда ее и торвануть, например или что-нибудь такое сделать поэтому о, а тут еще и на засаду нарвался ну чего причем он на врагов круга нарвался, где у меня есть и гаплиты и вот даже пару отрядов застрельщиков каких-то и всякого разного то есть вот так довольно неплохая армия так, ну там у них еще подходит армия этот восстанавливается, потихоньку идет ну в общем ситуация такая как бы не то чтобы супер напряженная, но идет борьба в общем, так скажем пока что я держиваю вверх, пока что но это только за счет того, что я разобрался с кемерийцами вот обнаружили, блин да поздно обнаружили, так я уже а, нет, это второго того обнаружили кстати, чей-то он погибает там на снегах, что ли, потому что стоит холодно ему печалька ну ладно в принципе никто не умер, отлично так ну и получается, что я могу добить эту армию ошметки ага укротитель амазонок есть и в тихий и теперь можно попробовать добить было ту армию, конечно же я почему-то этого не сделал опа отлично вообще очень-очень хорошие ребятки военачальники вот эти, когда им прокачиваешь рвение они просто бешен бешеными темпами всех переманивают это самая лучшая переманивательная машина гораздо лучше, чем саглядатые в принципе, я думаю, саглядатов можно прокачать на переманивание но, блин, они не для того саглядаты они для отравления все-таки лучше лучше саглядатов на отравление качать вот отлично а вот герой может всех переманивать вообще всех подряд вообще срать рвение ему качаешь и он используется в переманивании и тут же рвение очень влияет сильно на перемещение армии которой он сидит и я даже одной армии убил просто потому что хорошенько провал ха-ха вот так вот отлично я могу тут же, кстати, и встать в засаду буквально здесь же можно на миллиметрик подвинуться так какого хрена просто в засаду встал мы и все тик стратег как всегда на ночные атаки атака пехоты ближнего боя при наборе ну, я набирать сейчас не собираюсь частный учитель харизма отлично а антенор это у нас кто вообще? антенор это у нас наш базилевсовский поэтому ему можно частного учителя поставить в свиту и я буду получать харизму за каждый ход соответственно это немножко выправит мою внутреннюю политику правильно учение свет так и разведчику сандали вот так так кто еще чего пока ничего хоккей 200 монеток у меня осталось да нехти какие деньги так царский скиф и военачальник ну, герой в смысле, да? чуть-чуть он здесь один забыл ну, может мою тыловую армию ковырять мне пофигу на глобальной карте аорсы там две провинции я это забыл отметить ну, в смысле, два поселения от моей провинции кстати, надо было бы их забрать, конечно у меня была бы полностью вся провинция в пунктах каспийской степи но, блин, я хочу разобраться со скифами потому что они реально угрозами сейчас представляют и с аорсами можно будет попозже попытаться разобраться если их, конечно кинерг салоны не вынесут раньше так что у меня по политике можно назначение бесплатное сделать отлично и полковожка греческий атлет за некоторыми обостровом многослава гомик, что ли? евтихий что еще за свита с атлетами нет чтобы шлюху какую-нибудь взять так герой избавитель целитель шарлатан ничего нету на харизму, к сожалению для моего евтихия а очень хотелось ладно оставим тогда тактик берем на перемещение армии что мы армии везде успевали потому что когда у вас мало армии и когда они не очень сильные это очень важно вовремя добежать куда-нибудь и атаковать, так сказать, в большинстве то есть навалиться числом и трупами завалить а чего нет ну если нету хорошего хороших войск вот он опять он не увидел меня и спокойно попер такое как по своим делам что соответственно ему встанет на следующий ход вот так вот ну а эту коротенькую серию я на этом закончу надеюсь никого не разочаровал всякое бывает ну лучше так чем никак поэтому увидимся завтра завтра будет серия часовая все всем спасибо кто смотрел это был код не забывайте лайкать пока 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 Продолжение следует...